всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сейчас я иду к супермаркету лидл изначально это вроде бы немецкое сетевое заведение но сейчас магазины сети расползлись по всей европе однако до сих пор ассортимент в первую очередь ориентирован на колбасников я хоть и не немец но всякие сосиски сардельки очень даже люблю ну вы заметили однако в этом магазине есть еще кое-что что мне очень нравится пройдем булочки которые называются берлинеры их традиционно готовят в германии и здесь они тоже классные смотрите какая прелесть просто супер ну чего я наверное не удержусь и сейчас сразу стрескую одну булочку и вам тоже покажу что у нее внутри просто пельс какая-то смотрите какая красота сейчас покажу вам что внутри конечно не очень большое количество джема но очень неплохо я вам доложу сейчас вам сообщу про вкус это очень классный пончик очень мягкий но вы видите джемом конечно же бы хотелось бы побольше вот вы сейчас думаете что он такой встал и хвастается да он какую-то классную булку он есть спокойно сейчас мы с вами поедем домой и я вам покажу как приготовить то же самое только гораздо лучше поехали ну что приступим и так нам понадобится мука сахар молоко парочка яичных желтков дрожжи ванильная эссенция сливочное масло соль конфитюр и сахарная пудра чтобы уж точно добиться у это тесто простое молоко комнатной температуры отправляют дрожжи если у вас свежих нет можете заменить их сухими но берите по весу в половину от указанного в рецепции теперь сахар и парочку ложек муки ну и заболтать как следует моем случае процедура абсолютно не обязательно потому что я постоянно этим дрожжами пользуюсь они прекрасно работают если же вы печете и пользуетесь какими-то дрожжами своими редко или уверены в них тогда делайте вот так минут через 10-15 ваша смесь молочная сахарная мучная должна подняться эдакой шапкой внимание 15-минутный монтаж прошло 15 минут и вы видите чего здесь творится какая шапка поднялась флошная пена если же в своих дождях уверены на 200 процентов то не морочите себе голову смешивайте все ингредиенты в чаши и вымешиваете хотите руками хотите в миксере отправляю в чашу миксера активирующиеся дрожжи с молоком и сахаром сразу размягченное сливочное масло и соль сразу же добавлю сюда немного ванильной эссенции и парочку яичных желтков видите вы говорите что мне все всегда ловко получается безобразие из этих белков мы море температой чуть позже я думаю готовят без и любят они это делают смотрите какая красота и отправлю вымешиваться вы знаете в каком агрегате висит надо до однородности в моем агрегате это займет примерно пять минут на средней скорости руками ну минут десять может быть ну сами посмотрите почувствуете каково оно тесто на ощупь ну не хватит пожалуй теперь надо дать тесту подняться если у вас дрожжи с хорошей подъемной силой то хватит ему час максимум полтора накройте его полотенцем чтобы не пересыхало и отправьте например в духовку там объем маленький если лампочку внутри включить ее тепла как раз хватит для создания оптимальной атмосферы для теста то есть 27 29 градусов и за счет небольшого объема а ну там вряд ли пересохнет даже если влага начнет испаряться она останется в этом замкнутом объеме духовки подождем ну вот смотрите прошло 80 даже 85 минут как тесто поднялось она даже не вдвое а в три раза сейчас его надо еще раз интенсивно вынеси за время подъема за вот эти вот почти полтора часа глютен здесь окончательно на дуку и интенсивное вымешивание позволит во-первых этому глютен образовать такой мощный глютеновый каркас из-за чего тесто станет более эластичным и будет значительно проще удерживать пузырьки газа внутри а во вторых при расстройке уже сформованных изделий после такого вот интенсивного вымешивания пузырьки газа будут мелкими ну вернее не будут мелкими они будут образовываться сразу мелкими а значит и обжарки пунчиков не прорвутся ну и хватит можно приступать к формованию здесь все просто слегка подпаляю стол мукой выкладываю на него тесто надо раскатать в лист толщиной полтора-два сантиметра а теперь вооружившись стаканом или как я кулинарным колечком быстро быстро нарезаю кончиков а что делать с остатками теста сходит пытливый зритель то же самое отвечу я собрать обмять раскатать и и нарезать получившие заготовки выложу на бумагу для выпечки чтобы стол не приклеился сейчас будет самый самый важный момент которым почему-то почти все пренебрегают или относятся к нему спустя рукава расстойка накрою полотенцем чтобы пересыхали за время формовки изделий я из теста весь газ выдавил и сейчас дрожжам нужно дать время чтобы они поработали и изделия 5 поднялись даже самый ответственный кулинар из которым я наблюдаю говорят а теперь нужно дать чтобы тесто поднялось полчасика бейте себя скалкой по рукам не торопитесь час минимум если недостаточно поднялись час двадцать может быть даже полтора часа сделайте как я прошу хотите быстрее опять скалкой себе по рукам и по голове подождите вы увидите какая будет разница с обычными вашими стандартными изделениями подождем смотрите какая красота вот а вы куда-то все время торопитесь пряжите их надо в растительном масле андогретом до 170 градусов вот этот порог температуры очень важен сделаете поменьше они у вас слишком много масла в себя наберут тесто я имею ввиду масло впитает сделайте побольше они снаружи уже станут темно-коричневыми а внутри все еще будут оставаться сырыми если же у вас до сих пор термометра нет бегом заказывайте в интернете ну или подбирайте температуру опытным путем основные критерии я вам подсказал только что но я все с гаджетами делаю как видите приступим главное не обжечься ну и пока процесс идет самое время заняться начинкой джем надо разогреть чтобы он был жидким и удобнее делать это в микроволновке а вы можете делать это в костюльке или еще каком удобнее не важно короче отлично но смотрите в нем попадаются хоть и измельченные но все-таки кусочки ягод это вроде бы хорошо здесь не только ароматизатор идентичный натуральным но вот в этом шприце у меня не очень толстая глав поэтому джем надо все-таки измельчить до полной однородности но сначала надо пончики перевернуть какая красота супер так вот для измельчения я воспользуюсь своей малой кухонной механизацией это мы кэндусский измельчитель всего и вся можно в костях кофемолки использовать или как-то еще пожужжать отлично другое дело супер а первая партия пончиков между тем уже готова выложу их на тарелку выстеленную бумажным полотенцем то чтобы лишнее масло впиталось красота какая и сразу вторую партию пряжить пряжение есть кто не знает это обжарка продуктов в полу фритюре то есть продукт погружен в масло до половины и еще момент даже два я периодически спрашиваю а чего это ты муку не просеиваешь нужно наверное просеивать конечно друзья мои очень важный момент для понимания дело в том что просеянные муки естественно в какой-то степени обогащает ее кислородом незначительно но все же и важно это просеивание в первую очередь в том случае если у вас мука снижалась дело в том что раньше не за памятные времена делали в основном цельно зерновую и в зерне нет даже так вот смотрите вот есть зернышко пшеницы на поверхность этого зерна оболочка она достаточно грубая и и как правило обдирали ободрали там осталось зернышко сверху ободраны вот это зернышко неоднородная по всему своему по всей своей толщине ближе к поверхности зерна она содержит много масла ну как орехи масло содержит ближе к центру масло и микроэлементы все вкусовых романтических ближе к центру этого масла почти нет так вот белая пшеничная мука который вы сейчас покупаете высшего сорта это мука которая приготовленная из центральной части зерна а из вот это вот внешней части зерна сейчас муку делаю только специальную всякую в ней содержится масло она более ароматная она не такая белая вот за счет этого самого масла она меньше хранится слышно как мука проборкла это вот это вот масло которое содержался муки и испортилось так вот мука высшего сорта который вы покупаете она вот этих масел практически не содержит поэтому для нее процесс просеивания разбивание комков отслеживания по сути уже практически не актуален для муки цельнозерновой там обзирной да то масло есть она может срежаться и и надо разбивать поэтому применяйте вот это самое просеивание с умом представляю на данном или нет вреда то не будет это понятно но стоит на это время терять или нет это был первый момент и второй момент когда вы раскатываете ваши изделия которые дальше собираетесь в жиру выпекать пряжить не усердствуйте с мукой не надо и подсыпать много потому что она далеко не вся приклеится нормально к вашему тесту потому что если не очень влажная и значит в масле начнет осыпаться осыпавшуюся мука в масле вы же не понимаете начнет гореть это ухудшает вкус масла и соответственно ухудшает вкус ваших пончиков вот такие были тонкости для вас небольшие так наберу шприц начинки приступим для наши пациенты и вот тут я жалеть начинок не буду следует заполнил о как поперло то отлично так вторую партию надо переворачивать всего вот из этого количества теста у меня получается 25-26 пончиков вы может быть скажете что это много я в первый раз тоже так считал но ровно до тех пор пока не оставил своих малолетних операторов на едини с берлинерами примерно на час час прошел и их нет не в смысле операторов берлинеров нет кончились и что самое главное на внешнем виде операторов это почти никак не сказалось сахарная пудра для красы ну в смысле операторы на вид вообще не округлились только физиономии стали очень довольны ну и смотрите что у них внутри такое мягкое тесто что вы видите вот сюда смотрите вот оно счастье то красота хотел бы я тоже так перескать берлинера ну в смысле чтобы ешь а на боках ничего не откладывалось так это это так же как в магазине только лучше потому что здесь джема больше вот так нежность мягкость но видите насколько они мягкие и классные так что берите рецепт наружения спасибо самури за ножи хоть я не пользовался в этом ролике но спонсор же надо отмянуть спасибо вам за компанию готовьте толстейте и всем пока пока